Аплодисменты 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 Мы начинаем форму, это момент такой волнительный, это как большая свадьба, наверное, все, кто проходил это, думаешь, придут, не придут, сколько людей будет и так далее, то есть хватит на всех там еды. И в очередной раз в этот зал, в присутствии главы региона, это показатель того, что тема важна, тема нужна, и не зря один из национальных проектов, который запущен при активном содействии и непосредственном кураторстве Владимира Владимировича Путина, это национальный проект малый и средний бизнес. Потому что там, где малый и средний бизнес, там жизнь. Мы часто стараемся носить простую мысль в Амурской области. Я просто пытаюсь подобрать слова, потому что существуют некие моменты корректности в отношении государственных чиновников. И я все пытаюсь сказать, что есть разумная, адекватная глава регионов, а есть люди, у которых у них немножко другие интересы. И мы для вот этих регионов пытаемся, если простую мысль, то, что предприниматель, это не экономическая единица, это социальная единица. Там, где предприниматель находится в муниципалитете, вокруг него образовывается жизнь. Вокруг него остается молодежь, они начинают устраиваться на работу, рождаются дети. И с помощью этого живет, именно живет Россия, которая у нас состоит, как бы не было, она состоит не из регионов. Она состоит из муниципалитетов. В свое время было это 24 тысячи, сейчас это стало меньше муниципальных образований. Но вот это то, что мы, как большой пазл, сотканы как раз-таки из этих муниципалитетов. И крайне важно, чтобы предпринимательство было не только в центре, а чтобы они были и в муниципалитетах. И вот наши форумы как раз-таки призваны, потому что есть два акцента. То есть, первый, территория бизнеса, территория жизни. Почему она так называется? Потому что одно дело, мы популяризируем предпринимательство, а другое дело, мы очень активно подтягиваем муниципалитет. То есть, мы показываем, что можно жить лучше. Что предприниматели, это не некий чужеродный элемент, а элемент именно государственного управления, который как раз-таки может дать толчок для территории. И если вот эта мысль, это уже, сколько, восьмой, девятый год мы проводим эти мероприятия, мы, получается, получаем обратную связь, потому что это получается. Потому что идет как раз и возрождение интереса к демальству, в том числе и в муниципалитетах. Василий Александрович очень сказал правильные слова. То, что если власть реагирует, то есть, если она оперативно, на нужды и чаяния предпринимателей отзывается, то обратная связь идет в виде восполнения, появления, скажем так, новых предприятий, в виде появления рабочих мест, а это налоги. Это налоги, это все. То есть, связка очень простая. Мы все находимся в одной лодке, мы все находимся в одной картине, и нам вместе будут делать то, что называется нашей страной, нашей Россией. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, уважаемые гости. Прямо сейчас, еще раз подолжим аплодисменты, мы объявляем форум «Территория бизнеса, территория жизни» официально открытым. Спасибо. Прямо сейчас у нас состоится подминутное заседание общее, и я думаю, что сейчас опять с удовольствием даю вам слово, а здесь уже все распоряжается. Пожалуйста, еще раз подержитесь аплодисментами. Что-то два раза не вставать, да. Коллеги, у нас в связи с теми событиями, которые происходят в Амурской области, последствия паводка, у главы региона очень ограниченное время, поэтому хотелось бы, чтобы максимальное количество людей выступило, чтобы выставили свои мнения, поэтому предлагаю сразу, в принципе, начать. то есть, как у нас по сценарию. Ну, я вижу здесь таблички, давайте мы просто сюда садимся, наверное. Поддержите, пожалуйста, эту саду. Я буду наших реконструкторов представлять по ходу, и сейчас нам лучше дарить. Тогда начнем. Продолжение следует... Коллеги, предлагаю следующий формат работы. У нас в ленарной сессии заявлены вопросы, что ждать малым бизнесом в 2019-2020 году, исследуем прогнозы изменения законодательства, как договорится, с банками, но и далее это просто расширка идет. Василий Александрович уже, в принципе, приветствовал, основные моменты обозначил, я поэтому предлагаю, если будут какие-то вопросы или дополнения, чтобы он уже, как говорится, выступил. Я хотел вам, прежде чем предоставить слово первому спикеру, дать следующие цифры. 10 августа Федеральная налоговая служба проводит обновление своего реестра. Все, наверное, об этом слышали. И удаляются те предприятия, которые не сдаются отчетность, и мы в масштабах страны получаем цифру, которая, скажем так, характеризует предпринимательство, разбитое по различным родам секторам по величине и оборотам. Это микропредприятия, малопредприятия, среднепредприятия, и по форме юридического лица, то есть это ИП и юрлицы. И общее состояние показало то, что чумопор России неоднократно заявил, то, что мало того, чтобы пытаться развивать малый бизнес и увеличить его количество, важно зафиксировать, удержать то количество, которое уже есть. В этом году мы, к сожалению, получили отрицательный рост. То есть по всей стране у нас произошло 4-процентное падение по показателю юридических лиц и 5-процентное падение по числу вовлеченных в малый и средний бизнес. Но если мы берем, мы находимся в Амурской области, если мы берем цифру Амурской области, то единственная из всех дальневосточных регионов показала цифру 1,6. То есть это сильно ниже как российского показателя, так и дальневосточного округа. То есть получается, что один из лучших показателей. Но смотрите, есть такая разбирка, я просто предлагаю это на обсуждение. Получается, что юридические лица у нас прибавили в Амурской области 0,58%, а ИП сократилось на 2,8%. То есть понимаете, да? То есть получается, мы удержались вот это 1,6%, но с одной стороны, получается, у нас юрики подросли, а ИП упало. И вот крайне интересно было бы, если мы хотим понимать, куда мы идем, и каким образом, во-первых, понять механизмы, как мы сумели удержать вот этот план, я считаю, что это действительно сумели, на фоне того, что вообще происходит, и что происходит непосредственно с ИП, то есть системы, люди, кто закрыли, ушли ли они, ну, не знаю, самозаняты, ушли ли они юридические лица. То есть что вообще происходит, и какой у нас прогноз на будущие 2 года. Я предлагаю вот в этом случае пообщаться, и первое слово я предоставляю... Будете? Хорошо. Я представляю Ирине Абулу Масловой, региональный директор МСП-банка в городе Буговичинске. МСП-банк с опорой России связывает дальние отношения. Мы на данный момент готовим соглашение с вашим руководителем, я готовлю по теме инвестиционных проектов и отслеживания кредитов. Вам, наверное, такой пройденный вопрос. Один из моментов, который обозначает предпринимателя, это потребность в финансах, и даже выделялся в работе на санкционных проектах 1 триллион под 8,5%, которое должно быть. Но уже сентябрь месяц, и сейчас прогнозы сильно не радуют, то есть говорится о том, что, наверное, на максимум, что получится выбрать 200 миллиардов. И речь не о том, что предпринимателям эти деньги не нужны, а речь о том, что требования банка, я не только что слово «завышу», вот это тоже важный момент, требования банка, они настолько высокие, что предприниматели не справляются. Получается такая коррекция, с одной стороны, эти деньги нужны, и они есть, и выделены. В другой стороне предприниматели не могут получить, но в том числе и по МСП Банку, то есть вы знаете эту проблему, что крайне мизерное количество кредитов, которые получаются. То есть вот какое ваше видение, и что мы будем делать с этим в 2020 году? Спасибо. Здравствуйте всем. Поздравляю вас с началом данного мероприятия. Очень рада принять участие в нем. Азат, спасибо вам за вопрос. Не хочу скатываться, конечно, в банальной презентации. Правильно, что вы задали конкретный вопрос, как получить денежные средства для наших предпринимателей. Тем более, что в повестке в тайминге заявлено, не то, что мы представляем, а как договориться с банками для получения финансовых ресурсов. Да, денежные средства выделены. Мы, банк государственный, мы пользуемся денежными средствами для того, чтобы с ними работали предприниматели, чтобы они были недорогие. И хочу сказать, что у нас, как у МСП Банка, вариантов нет. Не предоставляя денежных средств предпринимателям, мы должны и обязаны это делать. Потому что наш единственный сегмент, с которым мы работаем, это малый и средний бизнес. У нас нет физических лиц, у нас нет корпоративных клиентов. То есть у нас нет выбора при определении клиента, с которым мы хотим работать. То есть будет это более маржинальный, либо для нас более интересный. То есть мы должны и обязаны работать только с малым предпринимательством. Для этого банк не то, что как старается договориться, как у нас стоит в поездке, как договориться с банком. Да, договориться это в нашем российском понимании, это может вылиться в некоторую такую коррупционную составляющую. И для того, чтобы это было понятно всем, банк создал такой ресурс, который называется АИСНГС. Я тоже не буду сейчас его презентовать, просто расскажу вкратце, что это для того, чтобы были доступны денежные средства, были освоены всеми предпринимателями, которые относятся к малому и среднему бизнесу. То есть независимо от того, где он находится, в Благовещенске, в Белогорске, не знаю, в Москве, любой предприниматель мог договориться с банком прозрачно и открыто. То есть зайти на портал, увидеть, какие предоставляются продукты, завести там заявку. Для каждого предпринимателя там сформируется совершенно конкретный, для него адаптированный пакет документов в зависимости от его системы налогообложения, от его формы собственности. И уже исходя из этого, предприниматель готовит этот пакет и видит, что дальше происходит с его заявками. Тут, конечно, вопросы есть. Мы год работаем, осваиваем эту систему. Она у нас единственная среди всех банков, которые работают, в принципе, в России. Поэтому есть определенные сложности. Но я хочу сказать, что если в прошлом году, когда открылся первый филиал, в конце года 17-го, в начале 18-го открылся первое удаленное рабочее место на Дальнем Востоке. И за прошлый год было выдано 2 миллиарда кредитов на Дальнем Востоке. В этом году уже, в прошлом году было 4 миллиарда за год, выдан из лидер. А в этом году на первом полугодии уже 2 900 миллиарда выдано на Дальнем Востоке. То есть деньги осваиваются, ограничений нет. И также модифицируется наша система СНКС, исходя из обратной связи наших предпринимателей. С 20 августа у нас упрощаются очень многие опции. У нас унифицирована система продуктовая, которая стала более понятная. В ней есть два вида кредитования, инвестиционное и оборотное. И в каждом из видов есть опции. Что касается льготной процентной ставки, то наш Дальний Восток, независимо от приоритетов, уже входит в приоритетные виды деятельности. То есть мы уже сейчас можем претендовать на ставку 8,5%. Поэтому хочу отметить, конечно, что не всем непривычно видеть сам этот процесс через систему СНКС. Но он также носит несколько образовательный характер. И те предприниматели, которые у нас все-таки получили кредит, как они это говорят, там все-таки я смог это сделать. Мы принимаем обратную связь и это все делаем для того, чтобы и следующий предпринимательство более короткий срок. И я думаю, что в конце 2019 года мы увидим гораздо более лучший эффективный результат, чем в прошлом году. Я все-таки призываю вас рассматривать эту систему не как какой-то барьер, а как образовательную ступень. И ступень привести все-таки в порядок своей финансы, отцифровать свой бизнес и получить необходимые ресурсы для эффективной работы бизнеса. Вот так. Спасибо. Спасибо, Ирина. Да, коллеги, я хотел бы добавить, значит, системы, да, электронная система действительно существует, и она признана в том числе то, на что жалователь предприниматель, когда по три месяца рассматривает, а потом отказывает, да, то есть не так, что, ну, вы говорите, наверное, сделали, скажем так, оценку, то есть людей тянут. МСП-банк действительно осознает. На сентябрь месяц в рамках опоры, я буду, значит, представлять дату опоры, потом Александр Арнольдович, Брэйрман и глава МСП-банка, мы собираемся подписать как раз это соглашение по взаимодействию, по отслеживанию, скажем так, на территории России, прохождение заявок по МСП-банку. У вас очень плотный контакт с Борисом Леонидовичем, который специалист по МСП-банку, уже прямо, скажем так, прямо скажем, 2,9 миллиарда крайне мало, вы понимаете, да, то есть вот, губернатор, например, не отказался бы, чтобы через предприниматель, то есть сюда там 50-100 миллиардов зашло, то есть, да, он бы не отказывался, понимаете, да, то есть есть куда, если стремиться, и я бы хотел передать слово, собственно, Борису Леонидовичу, то есть как же он видит ситуацию, но не только с деньгами, а именно вот по тем аспектам, да, что, почему удалось удержать, первый, да, вот вопрос, почему закрыли СИП-банку, что будет после ЕНВД, ЕНВД сейчас, то есть когда отменят, то есть это в Госдуме, ты знаешь, я выступал, и есть понимание, то, что я призываю к тому, чтобы упрощенку начать отдавать, то есть, а к тому, что иначе институтент вообще будет не заинтересован. Все, я лишним, что ты сказал. Борис Леонидович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Василий Александрович, если можно, сначала слова благодарности за высокую оценку нашей работы. Василий Александрович, мы на самом деле работаем не за благодарность, а за то, чтобы нашим предпринимателям работалось комфортно, потому что мы просим не год, не каких-то особых условий, а нормальных условий работы, просто, чтобы нам не делали хуже. Или, как иногда говорят простыми словами, вы нас не трогаете, и нам этого достаточно. А это к вопросу об административном давлении. Это, конечно, здорово, что на высоких совещаниях наша область звучит среди передовых, но, к сожалению, зачастую не всегда реальность и, так сказать, отчеты по равной совпадают. Ведь мы же понимаем, что на местах остались те же люди и в правоохранительных органах, и особенно в органах местного самоуправления. На наш взгляд, это реально слабое звено, потому что в муниципалитетах по понятным причинам не хватает квалифицированных специалистов. И немаловажный фактор, муниципальные служащие не чувствуют необходимость малого бизнеса. Они не чувствуют, что эти люди, предприниматели, на самом деле содержат не только свои семьи, своих работников, но и муниципалитет зачастую тоже. Именно поэтому мы все время говорим о том, чтобы собираемые налоги по упрощенной системе налоговложения возвращались в муниципалитет. В этом году принято 10%, но мы будем добиваться того, чтобы эта цифра росла. Пока муниципалитеты не чувствуют, говоря простыми словами, зависимости собственного состояния от хорошего состояния малого бизнеса, никогда у нас по большому счету ситуация с местами зрелится. И именно поэтому через перерыв, через кофе-брейк в этой аудитории у нас состоится кейс-конференция, на которой наши финалисты будут рассказывать предпринимателей о своем бизнесе. И вторая часть муниципалитеты будут рассказывать о положительных практиках поддержки и развития малого бизнеса на своих территориях. Это здорово, что мы добились того, что мы даем возможность муниципалитетам обмениваться этими положительными практиками. К сожалению, это не все 28 муниципалитетов, а только 7, Василий Савчин. Мне кажется, здесь мы вместе не дорабатываем. Надо наших муниципалов немножко подталкивать вперед. Что касается денег, действительно, мы являемся агентами МСП-банка и знаем изнутри этот процесс. Кто вчера присутствовал здесь же на мероприятии под названием «Деньги для малого бизнеса», где говорился о финподдержке, тот видел выступление предпринимателя, одного из замужних предпринимателей, который получил кредит в МСП-банке. Он отсутствовал физически, но он сделал видеообращение и рассказал основные моменты, плюсы и минусы с какого-то процесса. Там реально есть над чем работать. И, Василий Александрович, вы помните, что на предыдущем проектном офисе было дано поручение, мы его отработали, в Министерстве экономического развития лежит наш отчет о том, как было, что сделано и что еще предстоит сделать. Я надеюсь, теперь уже и на помощь нашего федерального центра, Азат Варилович, надо помогать МСП-банку, и мы с Москвой не все... Мы давно, очень давно ведем переговоры, и потому, что мы не хотели никаких рамочных, соглашение был миллион заключен. И вот мы потихонечку подобрались к самой сущности. То есть, в чем сущность? Вот, первое, предприниматели жалуют, что их по 3 месяца рассматривают, потом улыбают. Это действительно так? Но я думаю, что отказывают гораздо раньше. Смотри, у МСП-банка другое главное. То есть, есть деньги, все, в принципе, готово, а продукт не продвигается. Это доказатель, доказатель, литератичность. И вот эта смычка вот этих интересов у нас присутствует. Поэтому, вот, будут агенты обученные, да, как у вас, которые МСП-банк нам обучат. И, соответственно, мы по стране будем раскидывать вот эту сетку, чтобы поймать обоюдный интерес, чтобы предприниматели получали больше кредита, вот так, есть по-простому. А МСП-банк выполнял свои доказатели. Борис Леонидович, все-таки ответь, пожалуйста. 17 тысяч было ИП, стало 16,5. За год упало на 500. Вот в чем подобная причина? Что происходит? Куда они уходят? Я думаю, что основных причин и две. Ну, во-первых, это не первый год. У нас последние три или четыре года происходит медленное снижение общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства. Повторюсь, две причины. Первая. Ухудшение макроэкономической ситуации. Никто не скажет, что нам стало легче вести бизнес, легче зарабатывать, что у нас клиентская база резко возросла, а платежеспособность спрос резко увеличится. К сожалению, это не так. Это первая причина. Люди реально не доводят бизнес до конца и принимают решение остановиться. Ну, к сожалению, так бывает. Вторая причина, скорее техническая. Федеральная налоговая служба за последние три года в том числе путем применения передовых информационных технологий добилась исключения из реестра спящих, мертвых, нулевых компаний. С предпринимателями немножко другая ситуация. Там как бы это, как правило, касается юридических лиц. Почему стало меньше индивидуальных предпринимателей? Наверное, все-таки по первой причине по макроэкономической ситуации. Ну и, Василий Александрович, все-таки административное давление, наверное, оно уменьшается. Если вот, допустим, посмотреть общее количество проверок плановых, оно реально снижается. Но все знают, что количество внеплановых проверок, когда был введен институт контроля за плановыми проверками, резко возросло количество внеплановых. До 800% в отдельных регионах по соотношению с ними тоже стали бороться. В 209-й закон было внесено не очень приятное дополнение о том, что проверки должны согласовываться. А рейдовые мероприятия, осмотры, измерения не требуют согласования. поэтому чересчур рьяные, может быть, не очень правильно я вам рассказываю, представители контроля надзорных органов пользуются этой лазейки. Конечно, может быть и по этой причине тоже. Да, спасибо. Действительно, на макроэкономическом уровне шестой год происходит падение доходов населения, и это, ну, скажем так, это основа малого и среднего бизнеса, то есть они в основном работают все-таки в B2C, то есть в сфере, когда непосредственно работают с клиентом. И падение доходов, соответственно, у людей, оно напрямую влияет к тому, что малый и средний бизнес тоже страдает. Сколько могли, ужимались, 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 потом все это, как говорится, закончилось. Но все-таки парадоксальная ситуация, юридические лица сохранились. Понимаешь, они сохранились и показали прирост 0,58%. То есть в Амурской области надо вообще отдельно разбираться с какой-то финомен. А я похвалил, я сказал, я беру Дальний Восток. За предыдущие 3-4 года, я знаю точно, так как мы тесно работаем с управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области, в том числе в рамках общественного совета при управлении, налоговики реально уменьшают на несколько сот субъектов в год, вычищают недействующие или используемые в незаконных целях юридические лица. Вероятно, был достигнут какой-то разумный предел и те, которые остались, возможно, показали какой-то разумный предел. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Я думаю, на мероприятиях, которые пройдут у нас после пленарки, эти вопросы именно в отдельных аспектах еще будут освещены, а в конце, перед награждением, мы подведем такой краткий итог, скажем так, координаты круглых столов, которые будут проводить, как раз-таки соберем обратную связь, может быть, мы сумеем скомпоновать как раз-таки информацию, чтобы разобраться с феноменом Амурской области. Я хотел бы передать слово Василию Газизунину, это РПТ-отдел средств неударной компании, ой, сори, топ-финансовый, топ-франшизный, топ-франшизный, а, не топ-франшизный, да, топ-франшизный, франшизный, один из инструментов развития бизнеса, но я хотел бы, я знаю, ты можешь говорить часами, очень много, а именно, ну, так, минуты, но вот в этом аспекте, да, вот тоже свое восприятие. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые друзья, я хочу поблагодарить организаторов мероприятия Франшизы Амурской области, Пору России и ценную премию «Бизнес.Успех» и вас, что пришли сегодня, рабочий день, уделили время я сюда приехал с позитивной повесткой, так скажем, да, то есть у нас все много, вот, было озвучено уже, соответственно, все, что на нас дали, но самые важные вещи, с которыми приехал лично я, соответственно, да, с тем знанием, которое я хотел бы донести до каждого предпринимателя и, на самом деле, руководителя на местах правительственных организаций, да, соответственно, индустрия франшизинга в России, так и парадоксально это звучит, она растет, она является следствием глобального тренда роста франшизинговой экономики в мире, развивающиеся страны, к которым так или иначе относится наша страна с большим заделом еще при росте ВВП, соответственно, проявляют рост. Очень много стран, которые есть вокруг нас, соответственно, да, вот ближайший наш, здесь сосед, они нуждаются в основных практиках, которые наработаны в нашей стране. Я скажу 4 индустрии сейчас, которые точно присутствуют в зале, здесь представители, соответственно, которые имеют перспективу развития. Более подробно я расскажу на выступлении, но чтобы вы понимали, что где есть надежда, так скажем, да, и перспективы развития, соответственно, очень простые, малые формы, которые подлежат масштабированию в сотни и тысячи точек. Первое, это детское образование, соответственно, все, что касается слова российский, русский, и прикладывается далее. Это, соответственно, Russian STEM, Science Technology, Engineering Mathematics, русская математика, элементарные вещи на базе даже высших заведений, которые есть в каждом городе, таком же, как Благовещенск. Это индустрия красоты, глобальный тренд потребления, это растет всегда, соответственно, любая форма здесь, любая косметика, которая рождается, органическая, или практик каких-то, да, в индустрии красоты в России, подлежит экспорту, как из одной области, отдельно взятой, во все области, да, российские, так и за рубеж. Это второе, да, где есть рост, где всегда есть деньги в нашей стране, где есть смысл развиваться. Третье, это, соответственно, ритейл, в данном случае я бы остановился на органической еде, да, на том, все, что производят на морской области, может быть, упакованы в конечный продукт. Это подлежит также экспорту во все регионы России отсюда и в мир. 190 стран сегодня будут выступать, если про это говорить тоже, да, и это подлежит экспорту, мир становится более прозрачным как раз для малых форм, нам не нужно представляться большими концертами, мы можем в отдельной взятой упаковке, стойке и так далее масштабироваться на тысячу точек. Вот, соответственно, если что, чтобы вы знали, да, соответственно, здесь на набережной вчера прошелся, 33 пингвина мороженое, 1700 точек, хладокомбинат, город Томск. Не так далеко относительно, да, соответственно, мы, это как пример для местного хладокомбината или, соответственно, любых производителей мороженого. Вот, это можно сделать, потому что больше глобальных игроков таких нет. В общем, это третье, это просто еда, соответственно, да, органическая. Четвертое, это индустрия общепита, как обычно, это растет везде, это основа франчайзинга в мире и в России тоже. Поэтому все, что здесь наработано в виде кафе, кулинарии, чего угодно, соответственно, да, это подлежит экспорту из региона в другие, соответственно, города, так и в Китай. Я специально побывал сейчас в Китае в начале мая, соответственно, на самой крупной я бы сейчас сказал, да, в Пекине, где мы договорились о том, что у нас в следующем мае будет присутствовать там российский павильон, который мы такой же организуем в Париже на выставке. Я призываю всех, соответственно, подумать об этом, упаковать свою франшизу в любой форме предпринимательской и выставиться уже с нами, соответственно, в мае там. Вот. На этом, наверное, закончим. Просто в завершение скажу, соответственно, мой посыл сегодня заключается в том, чтобы встроить слово франчайзинг в каждый из ваших бизнесов, потому что это позволит вам открыться в любом другом городе России и в мире. Вот. И, соответственно, встроить это не только в малый и средний бизнес, а также вот в эти стены, да, чтобы здесь где-то появился центр знаний и инициативы, потому что это развивалось. К примеру, нескольких городов в России, таких как Томск, Ижевск, Санкт-Петербург, Казань, где это развивается и позволило создать целую плеяду франшиз. Да, соответственно. Вот. Спасибо большое. Удачного дня нам всем желаем. Спасибо. Спасибо, Василь. Действительно, в национальном проекте была включена тема франшизы, и неоднократно тоже очень отрабатываем с регионами, мы пытаемся, знаете, какую тему, я уж пользуюсь, то, что у нас госслужащие здесь находится, да, чтобы еще раз насчет франшизы сказать. Франшиза очень актуальна в новых нишах. Вот, по нему того, что Василь сказал, у нас классических лет, а есть новые ниши, да, которые обозначены приоритетами. Это экология, это городская среда, это спортиндустрия, и вот четвертая все время забываю, то есть еще одна какая-то вот область, и в том числе у фонда «Садисий инноваций», называем фонд «Бордник», тоже заложены на это деньги. Заложены деньги на вот эти новые направления. И если речь идет о каком-то вот штучном пакете, то есть смотрите, вот это падение, которое там мы говорили, на самом деле это 500, 500 ИП, да, то есть относительно чистых, в акциальных, вернее, в акциальных чистых это не очень много. И толчок по франшизе, а франшиза что, она минимизирует тропинамические риски, то есть резко сделать, особенно в муниципалитетах, в моногородах очень актуальны, да, то есть около 100-150 новых участия, скажем таки, поддержки администрации, это абсолютно реальное. То есть если такая задача стоит, то вот франшиза, она и прописана и в нас в проекте произведет, и есть много уже игроков, таких системных российских, которые в этом могли бы помогать, и в том числе готов оказывать содействие, если будет необходимо. А я хочу перейти у нас заключительного выступающего, Лидия Ивановна Семина, это региональный директор операционного офиса Благовещина для новостока филиала PSB-Bank. PSB-Bank бывший промсвездбанк, но так я его называю по привычке на самом промсвездбанк, очень интересную историю, он поддерживал малый и средний, направление малого и среднего бизнеса и развивал изначально, а потом, когда там, скажем так, он ушел на более крупные заказы, мы думали, что он перестанет заниматься новым и средним бизнесом, оборонкой, они продолжили, продолжают достаточно успешно, и вот мы, наверное, слышим что-то новое и хорошее, да? Пожалуйста. Да, спасибо большое, я тоже хотела сказать несколько слов о том, что банк меняется, вы в основном все сказали, мы продолжаем заниматься и активно финансированием и поддержкой малого и среднего бизнеса, для нас это очень важная задача, у нас растет постоянно генерская база, и то, о чем я сегодня хочу рассказать, это индекс RSBI, который разработан специальной методикой PSB, и опрос предпринимателей проходит совместно с опорой России. Той информацией, которая сегодня проанализирована, были привлечены более двух тысяч компаний в 23 регионах, к сожалению, Агурская область пока не участвует, и рассматривается четыре направления, это продажи, инвестиции, здесь плохо видно, да, значит, всегда определяется, если индекс больше 50, то это рост, если ниже 50, то это снижение, по деловой активности на текущий момент сохраняются слабые темпы роста, 52, это все-таки рост, как изменяется индекс по компонентам, продажи растут, доступность финансирования не очень, кадры на серьезном, нормальном уровне, и инвестиции, в первом квартале также показатель был 52, и сейчас 52, конец прошлого года, четвертый квартал, показатель был 47, поэтому у нас есть определенная динамика, что происходит с ростом продаж, и как оборачивается сезонный фактор, и определенные спады, мы видим, что корреляция такая сложная, да, 52 против 48, как изменилась выручка, очень плохо вообще считается, то есть вот внизу светлые, это не выросло, не изменилось, самые желтенькие, вот это выросло, и мы видим, значит, какие у нас происходят изменения, я думаю, что презентация будет в каком-то доступе, и можно будет ее потом более серьезно посмотреть, здесь моя задача такими общими штрихами рассказать, насколько сократилась доля пассивов в части инвестиций МСБ, мы видим, какие были взлеты и падения, да, и сейчас это держится индекс на уровне 55, оставили неизменными инвестиции 71% предпринимателей, и вот маленькие частички, да, это, совсем там ничего не видно, я буду подглядывать с вашего позволения, чтобы ни в чем не ошибиться, значит, это сокращено, вот тут темненький, и наращивается, вот остались неизменными, это основной показатель 71%, условия по кредитам не изменились, но потребность в них растет, по нашему индексу доступность финансирования составляет 49,8, как мы с вами договорились, если меньше 50, это значит не очень хорошо, и каково же восприятие доступности кредитов, значит, условия не изменились, это у нас светлые квадратики, сложно, это следующий ряд, и легко, и мы видим, что сейчас у нас во втором квартале с нашим легко всего 20%, следующий слайд, проникновение банковских кредитов на максимальном уровне за 3 года, значит, здесь проанализировали, мы видим картинку второго квартала, и отдельно вынесено, обращались ли клиенты МСБ за кредитами во втором квартале, первые графики, маленькие, значит, первое, это не пытались, все равно одобрение не получит, 13%, подавали заявку, но не получили одобрение, 7%, не пытались, у нас уже есть действующий кредит, 11%, посмотрите, самый маленький показатель, 5%, подавали заявку и получили одобрение, уровень проникновения достаточно низкий, и 64%, сейчас не нужно дополнительного финансирования, обращались за кредитами во втором квартале, сфера микро, малого и среднего бизнеса, здесь также все разложено, и самые большие у нас показатели, 50% и выше, это сейчас не нужно дополнительного финансирования, анализируется также, что происходит с кадровым потенциалом, и на этом слайде мы видим, как выполнялись планы в малом бизнесе по наему сотрудников, РСБ кадры, показатель 57, то есть чуть выше чем, ну рост конечно есть, изменение числа работающих, без изменений, вот 73, 80, 74, 76, тоже незначительное снижение, и увеличивали, это самое верхнее, на текущий момент у нас 13%, как я уже сказала, индекс РСБ, вот он рассчитывается таким образом, формирует 4 ключевые показатели, и участвуют 23 региона в этом анализе, здесь представлены территории, которые участвовали, как я уже сказала, в Русской области здесь пока нет, сегменты рассматриваются по бизнесам, и по отраслям, средний, малый, микро, и сфер услуг, производства и торговли, данный индекс используется для анализа существующей активности малого и среднего бизнеса, для того, чтобы формировать под запросы, под потребности предпринимателей продукты кредитования, или направлять свои ресурсы в какие-то другие продукты, которые требуются для бизнеса. Спасибо за внимание. Спасибо. Еще индекс, чтобы понимать, Лидия Ивановна уже сказала, просто хочу нас акцентировать, это индекс настроений. То есть, это индекс настроений, это не столько экономические показатели, а восприятие. Правильно же говорю? То есть, это восприятие предпринимателя. То есть, когда вот говорится о доступности, обратите внимание, наибольшая доля, кому нужно, это микро, на бизнес, а обращаются, потому что просто не верят, то, что можно получить. То есть, там прям вот доля, то есть, которые, на самом деле, там не дадут, и так далее. То есть, на самом деле, у нас уже есть все элементы, и предпринимательские машины, и государственные, и мы что-то вот никак не можем вот это вот просто вывязать. То есть, если у нас не хватало, денег не хватало, инструмент не хватало, у нас про лицепы, почти два-три миллиона. Понимаете? То есть, с деньгами, как таковой-то, вопросов-то нет. То есть, главное, чтобы они правильно начали работать. Мы подходим к завершению. Василий Александрович, будешь? Если позволите. Можно, коллеги, сильно? Значит, вот из того, что я для себя пометил. Значит, по поводу предложения Борис Леонидовича муниципалитета дать больше по ЕНВД и по упрощенке. Я не возражаю, давайте мы посмотрим. Давайте поработаем и на канал вам в качестве поручения на ближайшем бюджете пересмотрим эту ставку и посчитать. Первое, второе. Коллеги, о чем я хотел бы сказать? Еще раз внимательно, пожалуйста. Значит, вот эта площадка, это отличный способ услышать ваше мнение. Мы не всегда все, что говорится, принимаем как руководство в действии, но все, что логично и просчитано, стараемся реализовать. В качестве примера, по патентной системе налогообложения поступило предложение, достаточно быстро его отработали и скорректировали ставки. Это начало, то есть мы готовы дальше продолжать. Налоги не самооценны. Мы понимаем, что всегда безвечное противостояние государства в хорошем смысле и бизнеса. Государство будет платить налоги, бизнес налоги платить не хочет, и греша не высоки. Это нормальный процесс во всех странах, во всем мире. Наша задача оптимум найти, и в том числе, если вы считаете, я, кстати говоря, поддерживаю мнение, что муниципалитеты будут более эффективно работать, если почувствуют прибыль, маржинальность от развития малого бизнеса, физически почувствуют свои бюджеты, если это сработает. Но здесь нужно, кроме позиции бизнеса, наверное, тогда собрать муниципалитеты и послушать, будет это работать или нет. У нас многие вещи, хорошие идеи, не работают эффективно. Вот в качестве примера. Значит, когда стандарт не спустили, сделали муниципальный стандарт развития бизнеса на территориях. Ну, я достаточно много езжу по территориям, я вам честно скажу, что это не рабочая вещь. Это все равно, что связывать, сравнивать Москву, не знаю, и Магадан, или Амурску. То есть, разные изначальные условия, разные люди, разные спросы, и так далее. То есть, попытка неплохая, но на результат так себе. Вот это мое мнение. Значит, тем не менее, это не говорит о том, что надо эту работу прекратить, надо подумать, как ее скорректировать, для того, чтобы она действительно была результата. Значит, вот в качестве примера здесь тоже прозвучало по внеплановым проверкам МСП. Значит, мы статистику посмотрим по внеплановым проверкам, но я вот последнее вам скажу, с чем буквально на этой неделе мы и занимались. Это уже после возвращения с Ленивостока. Мы этой работой год уже занимаемся, просто последняя, последняя итерация, значит, эта тема. Это иностранная рабочая сила. Значит, у нас табуированные две темы. Золото не должно быть иностранство и сельское хозяйство не должно быть иностранство. К сожалению, законодательство сегодня таково, что несмотря на то, что мы нулевые годы поставили, находят лазейки, получают, вот я вам в качестве примера, значит, ловим граждан другой стороны, скажем так, в золотодобывающем нашем районе, они показывают разрешение на работу, выданное в Амурской области, выданное за Байкальском, за Байкальском крае. Там, миграционная служба говорит, разрешается этому товарищу работать на территории за Байкальского края в Амурской области. Мы туда подключаем все. Прокуратуру, ВСБ, проверяем со всех сторон закон. Понимаете? Мы сейчас что делаем? То есть мы, как чиновники, обязаны исполнять закон. Мы сейчас делаем документы, которые на уровне ЗАГС Собрания с просьбой скорректировать закон законодательную инициативу. Участвуйте в этом. Давайте обсуждать. Значит, по сельскому хозяйству та же самая история. А работают без квоты, а работают трактористы. Мы это видели. Что мы сделали сейчас? Тоже почему-то все в рамках закона. Мы взяли на карандаш все предприятия. Понимаем? Ну, более-менее точно, где работают эти иностранцы. Значит, с этими предприятиями мы, естественно, никакой мер поддержки, во-первых, не будем оказывать. Потому что у нас большой набор на сельхозтоваропроизводителей мер поддержки. Этим, это мы открыто сказали. Мы всех собрались сначала и сказали, ребят, значит, кто будет вот так баловаться, мы всех проверим. Яроссельхознадзор туда направил. И с одной стороны мы делаем правильную вещь. Почему? Потому что, если мы туда пустим, как сегодня не решим эту проблему, останутся иностранцы все, мы с ним просто похороним. Там просто не будет рабочих мест, там не за чем будет жить. Вы это прекрасно понимаете. Но, с другой стороны, в статистике отразится количество внеплановых проверок будет расти. Другое дело, что для чего это делается? Понимаете? Вот несовершенство заказательств зачастую приводит к необходимости вот таких проверок. Очень важно, чтобы это все было открыто, чтобы это обсуждалось, чтобы все понимали, почему это делается и для чего. То есть здесь сначала мы что по зону, что по сельскому хозяйству, мы сначала всех собрали, рассказали правила игры и после этого начинаем, соответственно, эту работу проводить. Я здесь считаю, что нужно максимально более плотно общаться и, так сказать, менее от сомнений. Я еще раз вас хочу за это поблагодарить. У нас, кстати говоря, 23 августа, коллеги, у кого будет возможность, я вас приглашаю. 23 августа вот здесь, в Точке Кипения, состоится уже второе заседание экспертного клуба. Первое заседание прошло, на мой взгляд, Значит, там единственное, чего было мало, это было мало непосредственно участников дискуссии, мало было людей. Почему хочу, чтобы было много? Потому что, чем больше мнений, тем больше вероятность того, что мы получим неправильное решение. А там, между прочим, приехали специалисты, которые с других регионов, которые, ну, видят страну по-другому немного, и они дали нам обратную связь о том, что, по их мнению, здесь нужны такие же точные вещи. И про франшизы говорили, и говорили про развитие гостиничного хозяйства. То есть, глазами, так сказать, гостя можно иногда по-другому что-то увидеть и обсудить. В качестве примера, нам говорят, простой пример, что результатом является вот этой встречи. Нам говорят, значит, малокачественные гостиницы надо развивать. Я согласен с этим. Спрос будет. Сейчас мы построим канатную дорогу, здесь и так китайцев много сейчас, а будет еще больше. Не только китайцев. И вообще, точка притяжения хорошая, благовещенская, и внутренний туризм будет развиваться. Нужно, соответственно, создавать инфраструктуру. В том числе, рестораны должны быть, гостиницы должны быть. Значит, мы сейчас на эту сессию, на следующую вносим закон, в предложении в изменении закон, по льготной ставке для гостиниц, которая получит категорирование, то есть вот звездочку получает. И таким образом мы получим там любой бизнес, получает льготу, на три года. Это конкретно результат вот такой сессии, которая была у нас во время миссии. Следующая будет еще раз 23 апреля. Приходите, участвуйте, давайте общаться. Значит, и еще один вопрос про кадры. Вот последний тезис. Согласен абсолютно. Значит, у нас, к сожалению, есть разрыв, абсолютно ощутимый разрыв между запросом бизнеса и системой подготовки. Значит, мы в этом году, буквально на прошлой неделе, тоже подписали соглашение с Агентством стратегического инициатива о внедрении кадрового стандарта. В качестве примера тоже могу привести вот магазин у нас открыл, ресторан «Барашка». Может, мой хороший знакомый. Значит, он эффициантов всех привез. От кого-то с Хабаров, от кого-то с Москвы, платит небольшое, почему-то здесь не. Но вот этот разрыв, его надо с помощью дискуссии регулировать. Надо, чтобы у нас четко был понятен запрос, и тогда мы поймем, у нас ведь есть средства, которые мы можем инвестировать в развитие образовательной инфраструктуры. И средства бизнеса, есть модели дуального образования, когда бизнес участвует с самого начала подготовки специалистов, когда студент только поступил, и он уже заигрывается, проходит практики производства и так далее. Вот эти надо вещи поддерживать, здесь двумя руками за, здесь надо от вас обратную связь получить, давайте вместе решим, как с этой задачей у нас справляется. То, что эта проблема есть, да, то, что ее решать надо, да, вопрос только как решать. Мы точно не самые умные, вот вместе мы умные. Поэтому давайте обмениваться этим менее мы готовы слушать, готовы помогать. Все, спасибо. Спасибо. Василий Александрович, по последнему вопросу, по кадрам. Как вы знаете, опор является одним из координаторов проекта «Популяризация», и это очень близко как раз таки проходит с той темой, которую вы обозначаете. Сейчас, на что и президент, и председатель правительства указал, да, была определенная пробукционка в начале реализации этих проектов, да, то есть это практически по всем проекту, но сейчас все вроде сдвинулось, то есть финансы есть, деньги есть, и мы очень активно в регионах участвуем как раз таки с местными министерствами экономики. Тогда, я как АВАЛ-РД, да, как предложение, тогда надо дать поручение, я могу вот Борису Леонидовичу, да, соответственно, провести конкретное совещание по проекту по поляризации и посмотреть, насколько вот слова губернатора можно вжить, Борис, понимаешь, да, то есть вот именно у нас государством выделено все это, все это происхождено. Просто надо реализовать подинтересы Амурской области, то есть тогда надо договориться, тогда вот и с ними заражать, я предлагаю просто вам абсолютно назначить дату и пристать сделать так, понимаете? Конечно. И, Василий Александрович, у меня такая приятная миссия, то есть вы в очередной раз себе сегодня прям показали как руководителю, который принимает мгновенное действие, дает обратную связь очень быстро, и мы хотели бы от имени опор России от себя лично, от Александра Сергеевича, вручить вам благодарность. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все. На сейчас. Коллеги, анонсы мероприятий, да, в программах есть, будет очень много интересных столов, приехали спикеры, задавайте вопросы, тональность задана, то есть мы должны, чтобы успеть очень быстро бежать, и очень, как говорится, успеть. Поэтому, коллеги, совсем до встречи на площадке, потом у нас будет награждение лучших, и мы подведем итоги. Спасибо. Спасибо, Айсо, я буду за эту удивительную беседу. Наши благоважаемые гости, мы благодарим вас, напоминаем, что вы можете увидеть в программах тот путь, который вы хотите пройти сегодня вместе с нами. Очень много рядущих, очень много площадок, сейчас небольшой перерыв, обратите, пожалуйста, в наш, внимание, свое, потому что небольшой кофе-брейк у нас устроен вот здесь, в ВАЕ. Ждем вас на следующих удивительных моментах, которые сегодня произойдут. Ну, а здесь, в этом костре-зале, далее у нас корпус предпринимательства. в ВАЕ. 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 Наши благоважаемые участники, следующее. Приверняется, начнется по 19.30. У вас есть полчаса для живого общения и обсуждения этого. ВАЕ. 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 ВАЕ.